Собирайтесь терпения, это все для вас. Вы сами на себя работаете сейчас. Вы сами на себя работаете, вы сами себе создаете здоровье. Абсолютно уникальные ситуации. С пониманием, что вам надо и что вам не надо. И что вам грядит из своего рода. Сейчас речь идет о жизни. Ой, о грозе. О грозе. Написано, где же не он. Почему он ежедневный? Это вообще полный, полностью витамины. Почему ежедневный? Да потому что у нас запасов витаминов в организме нет. Если вы сегодня поели, а завтра нет, у вас завтра уже их не будут. А витамины являются под ферментами. Они способствуют синтезу каких-то других важных веществ для строительства функций органов. Без витаминов не происходит синтеза белка. Вы представляете, о чем идет речь? Если вы сегодня, не сегодня, завтра, послезавтра чего-то там не получили, ну так и ползет, не начинается. Поэтому ежедневный. Одно в роже людей с профилактической целью. Значит, вот в это, господи, в это кровь, я не то хочу сказать, что вообще у многих заболеваний и диабет, и сердечно-сосудистые, и даже рак, пока вылечить не можно полностью. Но предупредить их вполне возможно. Чем мы с вами сейчас и занимаемся? Профилактикой заболеваний, которые на первом месте по смертности, по причине смертности у пациента. Поэтому, конечно, поэтому значение ГРОУ просто преувеличить невозможно. И состоит, состав ГРОУ несколько вот изменился. Из 12 растений добавлено 5. И выращенные в России, и далеко за ее пределами. Но не важно где, говорят лучше то, что рядом, это все глупость. Не важно где, а важно как выращенные. Потому что условия, то есть GMP закон, то есть правила, они требуют сохранения биоактивности полезных веществ в этом растении. И биодоступности, то есть чтобы до предки, без потерь и без всякой химии. Понятно? Вот эти препараты, эти растения, которые используются в нашем дороже, они, конечно, соответствуют правилам GMP. В том числе и ГРОУ. Там много было компонентов. Перечислилась моя книжка, у меня голова вообще завернулась назад. Пока я все это разобралась, что я с чего, и не знаю, и вообще что так делается. Это невозможно. Ну вот сейчас 12 штук убрано, а мы добавили, ну там несколько, несколько, а затем не менее. Что входит в ГРОУ? Вот все они хорошо нам известны. Во-первых, смородина. Конечно, это источник витаминов, витамина С и минералов. Смородина все прекрасно знают, испокон веков, как источник витаминов, минералов. Витамина, мы уже говорили, это антистрессовое, антистрессовое средство. Витамина, антистрессовый препарат. Ганадерма, бездучник, бета-группан, противораковое, противораковое действие. Мамордика, хоранция, участвует в регуляции углеводного обмена, это все в ГРОУ. Участвует в регуляции углеводного обмена, мамордика. Олива. Олива – это вообще плоды питательные. Заготавливаются они либо в рассоле, либо в собственном соку, не знаю как. Но, во всяком случае, это натуральные продукты. И используются как продукты питания вообще, и как источник всевозможных получения продуктов дополнительного питания. И очень широко пользуются оливковое масло в быту. Мы-то раньше вообще его и не понимали. У нас было натуральное подсолнечное, и пахло маслом. Ну, сейчас вот как бы предпочитаем оливковое масло, хотя наше подсолнечное натуральное ничем не хуже с Кубаней, например. Ну, во всяком случае, вот как-то бы надо переходить к советской власти. Ну, да, я как-то прекратил всю эту фальсификацию производства. Теперь называется не продукт, а какой-то так вот по ТУ. ТУ – по техническим каким-то там… Поразительно. Но масло оливковое, оно, конечно, безусловно, полезное. И в оливковом масле есть омега-3. Причем не только омега-3, но омега-3, 6, 9 в определенных пропорциях. Эти незаменимые жирные кислоты. Значит, они участвуют в структуре мембранных клеток и участвуют в образовании, в биофилизме, образовании энергии клеток. То есть оливковое масло и в жареном, и в натуральном виде тоже полезно. Но оно обладает колоссальными противовоспалительными действиями и обезбуривающими маслом. Его можно использовать как противовоспалительное средство и при воспалении во рту, и при воспалении в ушах, и на коже, и в облагалище, и в прямой кишке. Видели, наверное, здесь в таблице? Да. Ну, как в любви, как примерно, как в нашей вот это самое. Да. Но в любом случае оливковое масло обладает еще обезбуривающим эффектом, то, что из него выделен олеоконтал, это ключевое вещество, которое похоже на ивупракет. Кто лечил себе суставы, но не стерпенистероидным препаратом, ивупракет, или деколпинат, да, или деколпинат. Так вот, олеоконтал в этом масле, в оливковом, поэтому можете сверху втирать больные суставы, в больную кожу, попробовать втирать это масло, и оказывается противовоспалительное обезбуривающее действие. Оказывается, ну, то есть удивительный эффект. Вообще, я должна сказать, что в этом гроу, с точки зрения теории дефицита, есть все. И с точки зрения накопления свободных радикалов, есть все. То есть полноценный витаминно-минеральный комплекс для профилактики заболеваний. Если нужно, принимается один раз в день. Ну, скажем, там, 10 дней пополнимал, или месяц пополнимал, смотря в каких условиях живет человек, и что. Ну, во всяком случае, о нем нужно помнить, когда речь идет о профилактике заболеваний. А поскольку мы с вами, ой, все больные, то одна система, то другая система, у каждого есть место наименьшего сопротивления, вообще нет здоровых людей, то на одном гроу зацикливаться нельзя. Вы все равно назначаете препараты направленного действия. То есть гроу можно один раз в день для профилактики. Детям особенно. А остальным, при заболеваниях, ну, скажем, инфаркт, то есть операционное состояние после родов, и так далее, вы назначаете уже препараты направленного действия, или костно-суставное состояние. То есть гроу довольно редко используется, а его нужно применять широко. Но в большей степени у детей подростка в дом молодежи. Это было бы просто гениально. Хотя бы одно драже в день, вы понимаете? И решаются все проблемы. Я вот читаю, смотрю, прямо сама себе завидую. Клянусь, это же надо иметь такое вообще драже, в котором все и против рака, и против тебя стресса, и против воспаления, и все питательные, и витамины, и генералы. Все на свете. Хотя я гроу ни разу же брала и не использовала. Мне как-то... Нет, мне оно просто не надо. У меня другие болячки направленного действия. Да, у них все есть. Потому что я ведь говорила, что все драже похожи друг на друга. Правда? Отличаются ключевым только веществом. Лекарством самим, которое нужно при разных конкретных состояниях. А витаминно-минеральные комплексы, они по-черезде одинаковые. Ну, в общем, что теперь? Для профилактики, значит, одно драже в день, а для оздоровления совсем другие назначения. GTS. Самое мое любимое вообще драже. Потому что это витаминно-минеральный комплекс. Да. Это витаминно-минеральный комплекс, который, поистину, является аккумулятором силы. Аккумулятор силы. Драже стали более сбалансированные. Убрали похожие друг на друга. Женьшинь, лимонник, что-то там еще, значит, радиолу убрали, дебискус, карамбулу. Но в состав введены бокафа-маньер. Я такая на французский маньер, потому что все французские слова окончились ударением на последнем слоге. Шофер, эксперт, диспансер. Вы не будете говорить шофер, эксперт и диспансер. Понятно, да? И бокафа-маньер, потому что это была французская колония. Это латинская Азия. Вот, то есть Южная Азия. Так вот, входит сюда, значит, ананас. Ананас, в котором есть все растительные компоненты необходимые. И биофланоид бромилайн, оказывающие тоже попытки на действие. В ЖТС входит витания, как антистрессовое средство. Крыжовник называется северный виноград. То есть в нем вообще все, что в винограде и есть в крыжовнике. Но в крыжовнике очень много микроэлементов, в том числе и хрома. Поэтому кто ест крыжовник, у кого есть, ешь его в неграничном количестве. Это только будет полезно. Вообще из крыжовника выделят биофлауны. Антоциан, который вылавливает соли тяжелых металлов, очищает организм от соли тяжелых металлов, выводит их и другие токсины. Пока по моему, это южно-азиатское растение. Вообще, по своему составу, похож на подорожник.